Следующее направление, которое мы рассмотрим, следующая наша тема, это откуда, как появляются проблемы в жизни. То есть это очень сложный вопрос, ну, во-первых, для восприятия, те, кто первый раз вообще это слышит. Поэтому те, кто впервые слышит вот такие понятия, что оказывается все проблемы в жизни связаны с ним лично, естественно, здесь люди делятся на две категории, они говорят, ой, слушай, как здорово, теперь если я создал эти проблемы, так выходит, я могу их решать точно таким же образом, да, вот тогда эти люди достигают успеха. Есть вторая категория людей, которые относятся к бедным, несчастным, ну, как они себя считают, как же так, это же виноваты все соседи, правительство там или другие, а я-то здесь при чем? Им, конечно, не хочется брать на себя ответственность, но, к сожалению, это их судьба, это их участь, они так и останутся вот в этой категории. Естественно, проблемы они никогда не решат, и они будут только усугублять проблемы. И вот лишь те, которые приняли решение, что я знаю, что причина всех проблем – это я сам, я сама, я буду решать. Ну и я, может быть, забегаю далеко вперед, хочу сказать, что на сегодняшний день, вот ваше сегодняшнее состояние, на какое я имею в виду, финансовое, семейное, ваше окружение, вплоть до животных и так далее, и так далее, это что? Это следствие вашего мышления вчера-позавчера, год 10-20, а может быть и более лет назад. То есть вот это нужно, ну, пока принять. Дальше мы будем заниматься, вы это поймете. И вот, чтобы привести на примере, на конкретном, я приведу такой пример, ну, конечно, абстрактный, можно сказать, выдуманный. Представьте, что вы, допустим, купили, пошли в магазин, купили одежду. Хорошую одежду, обувь, все полностью переоделись, но, к сожалению, оказалось, что все это магнитное. Магнитная одежда, обувь. Вы владели, вы это не чувствуете, но и точно такая же обувь, одежда есть у кого-то. У одних ботинки, у других там одежда, фуражка, шляпа, там что-то такое. Вы идете по городу, и вдруг кто-то вас, значит, воктем вбок, кто-то вас пнул ногой, вы проходите где-то трансформаторная будка, вас начинает трясти, и вы, конечно, начинаете, ну, как это происходит обычно в нашем мире, ну, что это за люди, толкаются, хамы, грубияны, вообще, обстановка, экология, и начинает жаловаться. И вот такому человеку говорят, подожди, а при чем здесь люди, ты сними с себя вот эту магнитную одежду. Это на тебе одежда, из-за тебя это все, ты притягиваешь этих людей, поэтому они вынуждены, вынуждены, как говорится, тебя толкать, пихать и так далее. Человек снимает одежду, идет все, и вдруг он удивляется. 20 лет его сосед с ним, ему грубил, или с кем-то поругались, там, 10 лет не общались, и вдруг человек начинает тот общаться или звонит. Я говорю, это результаты занятий на семинаре, на тренингах. Что произошло? Вот точно так же в жизни. И на вас, я условно говорю, та же самая магнитная одежда, только из обиды, из страха и так далее, и так далее. То есть любая проблема почему возникает, потому что на вас, ну, я не таки это условное понятие, на вас это одежда, да? Страх, например, финансовый, страх одиночества. То есть вы начинаете притягивать подобные ситуации. Но если говорить более глобально, у вас есть некое поле, которое начинает вхватить резонанс в Вселенную, и складывается ситуация, когда вы будете втягиваться, знаете, как магнитом, в прямом смысле, в те ситуации, когда вы будете именно таким, каким вы сейчас сами являетесь. То есть вот причина. Если вот это вы приняли хотя бы, сказали, хорошо, если во мне есть вот это, там, проблемы какие-то, скажем, финансовые, квартирные, или семейные, и так далее, значит, я могу это как-то из себя убивать, и начнут решаться ваши проблемы. По крайней мере, вы их начнете решать уже гораздо проще. Ну, дальше будут технологии, когда мы будем решать и ускорить решение этих проблем можно еще с помощью некоторых методов. Ну и что можно здесь... То есть как этим заниматься, что мы будем делать, это, конечно, мы будем делать все это на практике. Поэтому сейчас я просто рассказываю такие теоретические моменты. А что самое интересное, что многие вещи делаются, как говорится, не специально, где-то там, лежа или сидя, закрывшись в комнате. Вы можете делать в транспорте, в метро, в душе, где угодно, пожалуйста. То есть вот чем хороши вот эти упражнения. Ну, я мог бы привести много примеров, когда люди решали кардинальные вопросы с точки зрения здоровья и с точки зрения достижения успехов. И когда я спрашивал, объясните, вот так выйдете перед залом, скажите, как вы занимались, поскольку часов в день или что-то... И вдруг я слышал такой ответ, допустим, когда женщина говорит, да вы знаете, а я не занималась. Я каждый день еду в метро, сажусь, я не занимаюсь там. То есть специально не занимаюсь. То есть вот такие возможности, как говорится, в этих техниках. Ну и сейчас давайте мы перейдем к практике. Сейчас, чтобы вы уже более конкретно поняли, почувствовали вообще, как это происходит. Сейчас чисто практически выполним это упражнение. Для чего оно, как говорится, в какую сторону направлено? Это упражнение покажет, как действует закон, закон взаимодействия, то есть подобный притягивает подобное. Продолжение следует...